На портал XGET поступил вопрос, можно ли обращаться к англо-хранителю другого человека, чтобы он помог своему подопечному? Конечно, без всякого сомнения. Это тот наш союзник, который всегда нам поможет в добрых намерениях. Если человек что-то злое делает, как-то скушается и может противостоять греху или еще что-то, то мы, конечно, можем обратиться к ангел-хранителю его, чтобы тот помог ему в покаянии, помог раскаяться. Для этого ангел-хранители и к нам представлены, чтобы за нами следить и в добрых намерениях нам помогать, а злых пытаться от злых отвратить. И, конечно, в этом смысле мы будем уже с этим ангел-хранителем даже не своим, а чужим друзьям. То есть, мы с ним делаем одно дело Божие. Он с своей стороны, а мы с его своей стороны. Почему молитва так устроена, что молитва ангел-хранителю, Богу как-то помогает? Ну, если там понятно, что когда мы сами молимся за себя, то понятно, что эта молитва раскрывает нашу душу для Бога, для Божьей благодати. А если мы молимся за другого человека? А то же самое. Потому что наша молитва пытается раскрыть его душу для Божьей благодати. Ну, или вот ангел-хранителя, мы там просим тоже, чтобы это он сделал. Ему это сподручнее иногда, чем нам. Вот поэтому это очень хорошо, это важно, это можно делать. Не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok